В студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах страны, региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненинского автономного округа на федеральном уровне, депутатского корпуса, собрания депутатов Ненинского автономного округа, местных советов и в этом выпуске. Предварительное партийное голосование или праймерис партии «Единая Россия» стартовало в Ненинском округе. Впервые предварительное голосование пройдет в онлайн-формате через портал госуслуги с 24 по 30 мая включительно. Предварительные итоги будут озвучены 1 июня. Здоровые дети, здоровая Арктика. Трехдневный межрегиональный форум прошел в Нарьинмаре. Куратором проекта выступила депутат собрания Наталья Кордакова. Депутат окружного собрания за здоровый и активный образ жизни. Вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов принял участие в легкоатлетическом забеге, посвященном Дню Победы. Мероприятие организовала спортивная школа Олимпийского резерва «Труд». Предварительное партийное голосование или праймерис партии «Единая Россия» стартовало 24 мая. Кандидатуры представлены для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы 8-го созыва, а также в депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения единого дня голосования в 2021 году. В Ненинском автономном округе для участия в онлайн-голосовании в качестве избирателей уже зарегистрировалось более 700 граждан. Это составляет порядка 2% от числа всех избирателей. Участие в процедуре предварительного голосования не зависит от членства в партии. Основная идея в том, что, как обычно, партия «Единая Россия» – это единственная партия в стране, которая проводит такие широкие выборы по отбору кандидатов с привлечением всего населения, независимо от их партийной окраски. И на выборах также участвуют не только члены партии «Единая Россия», но в том числе и беспартийные. Членам других партий нельзя участвовать в праймере с «Единой Россией». По одномандатному избирательному округу для участия в праймере зарегистрировалось 9 кандидатов. По федеральному избирательному округу – 11. Есть сайт предварительного голосования, отдельно разработанный – pg.ir.ru. И чтобы участвовать в выборах удаленно, через сеть интернет, нужно зарегистрироваться как избиратель. Также все кандидаты регистрируются точно так же на этом сайте, как кандидаты. Можно посмотреть видеоролики кандидатов самих себе и почитать их биографию, жизненный путь и об их работе. Впервые предварительное голосование пройдет в онлайн-формате через портал Госуслуги с 24 по 30 мая включительно. Предварительные итоги будут озвучены 1 июня. У избирателей на селе есть возможность проголосовать очно, придя на счетный участок и поставив галочку в бумажном бюллетене. Участки будут работать в 18 населенных пунктах Заполярного района 30 мая. В Наринмаре состоялась очередная сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В числе прочих вопросов, рассмотренных на сессии, депутаты приняли закон об исполнении окружного бюджета за 2020 год. Законопроект был подробно рассмотрен 15 мая на публичных слушаниях и в собрании депутатов на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко в своем докладе отметила, что прошедший 2020 год оказался одним из самых тяжелых для экономики Ненецкого автономного округа. Выпадение доходов казны достигло порядка 28% по сравнению с 2019 годом. Основные причины падения цен на нефть – пандемия коронавируса, затронувшая почти все отрасли экономики. Тем не менее, благодаря совместной работе исполнительной и законодательной властей выполнены основные расходные обязательства и сохранена социальная направленность окружного бюджета. В 2020 году доходы составили около 22 миллиардов рублей, расходы – более 23 миллиардов. Дефицит составил около полутора миллиардов рублей. Контрольно-счетная палата Ненецкого автономного округа провела соответствующую проверку исполнения бюджета. Проверка показала, что отчеты соответствуют восстановленным требованиям, полнота и достоверность отчетности обеспечены. В целом, бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 21 миллиард 927 миллион рублей. Наблюдается отрицательная динамика по доходам. По сравнению с 2019 годом доходы окружного бюджета в целом уменьшились. 2020 год был ковидный, сложный в финансовом плане, были значительно выпадающие доходы. И я даже проведу здесь аналогию с 2016 годом, чтобы было понятно. В 2016 году у нас была серьезная кредиторская задолженность, порядка 300 миллионов рублей. То есть у нас останавливались стройки, у нас инвестиционные проекты были весьма напряжены с исполнением. И даже у нас были проблемные вопросы с выплатой заработной платы, что удалось избежать. Поэтому вот эти уроки были учтены в том плане, что, как уже Татьяна Павловна отметила в своем докладе, была оказана помощь федеральным центрам в сумме 1,9 миллиарда рублей для выравнивания бюджетной обеспеченности нашего субъекта. Это важно. Работа с федерацией, о чем я постоянно говорю, я считаю, что это важное направление в работе. Также на сессии депутаты приняли законодательную инициативу о включении в число резидентов Арктической зоны, Российской Федерации, Организации, Потребкооперации и Общины КМНС. В соответствии с федеральным законом о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне, резидентами могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Вместе с тем, важную роль в реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне играют социально значимые потребительские кооперации и Общины коренных мальчисленных народов Севера. Потребительская кооперация обеспечивает продовольственную безопасность в Арктической зоне, а также обеспечивает рабочие места. Общины коренных мальчисленных народов развивают и дальше сохраняют традиционные виды деятельности. Далее указанный проект федерального закона будет направлен в Государственную Думу, представить который предложено депутату Госдумы Сергею Коткину. На сессии регионального парламента в первом чтении также были приняты изменения в окружной закон о молодежной политике. Изменения в закон о молодежной политике вносятся в связи с тем, что в декабре был принят федеральный закон. Закон наш региональный принят в первом чтении, между первым и вторым будем прорабатывать. Значительная часть изменений уже внесена, на комиссии и комитете это обсуждалось. Но есть еще незакрытые вопросы, и депутаты разных фракций высказали свое мнение, будем их обсуждать. В принятом федеральном законе закреплены основные понятия. Так, молодежью или молодыми гражданами является социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Также впервые вводится понятие «молодая семья», «молодежное общественное объединение», «специалист по работе с молодежью» и «молодой специалист», «самореализация молодежи». Уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также функционал государственных учреждений по работе с молодежью и требования к информационному обеспечению молодежной политики. В Ненецком округе завершился трехдневный межрегиональный форум «Здоровые дети. Здоровая Арктика» с участием специалистов из Архангельска. Речь шла о реализации программы оздоровления детей Крайнего Севера. Форум прошел при поддержке компании «Лукойл». Программа форума «Здоровые дети. Здоровая Арктика» рассчитана на три дня и включает встречи родителей с врачами, мастер-классы, лекции и научно-практическую конференцию для медработников. Идея проведения форума принадлежит Алексею Каневу, руководителю Совета отцов Ненецкого автономного округа, куратор проекта, депутат регионального парламента Наталья Картакова. Непосредственно мы обратились к губернатору, и губернатор поддержал нашу идею. Сегодня проводится такой форум, и очень хорошо, что он получается у нас межрегиональный, потому что приехали доктора с Архангельска, доктора – это кандидаты медицинских наук. Затем очень правильное решение, что мы сегодня подключаем сельские населенные пункты. У нас подключаются Неспеша, Ума, Индика, Харута, Харивер, Кара, Караталька, Великовисочные. По окончании форума будет принята резолюция, которая будет обязательна для исполнения органами власти. От здоровья детей зависит не только их физическое состояние, но и нравственное воспитание успехи и достижения в будущем. Каждый из нас хотел бы, чтобы наши дети были творческими, одаренными, чтобы они были крепкими физически и спортивными. Но самое главное – мы хотели бы, чтобы наши дети были здоровыми. В ходе научно-практической конференции обсудили факторы, влияющие на здоровье детей. Такие факторы существуют, их очень много. Но первое, наверное, это холодная страна, вся Россия, она обращена своим фасадом картики. Среднегодовые температуры холодные, они достаточно низкие. И вот холод является визитной карточкой в топе всех факторов, формирующих здоровье. Что уж говорить об арктической зоне с ее неблагоприятными климатическими условиями. Полярными днями и ночами, нехваткой кислорода и витаминов. Все эти условия влияют на состояние здоровья, безусловно. Это крайний север европейской части России. В ходе 85% низко-турного округа располагается севернее полярного округа. Это обуславливает то, что здесь находится суп-арктический тип климата. Северо-восточная часть округа вообще находится в арктическом климате. Это, безусловно, низкие температуры, большой перепад температуры от минус 45 до плюс 30 лет. Часто смена воздушных масс, причина постоянной изменчивости погоды. Например, завтра обещают 27, послезавтра уже 8. Фотопериодизм, полярная ночь, полярный день – все это, безусловно, оказывает влияние на состояние здоровья детей, на организм, на иммунитет. По данным Департамента здравоохранения, на первом месте заболевания среди школьников – заболевания дыхательной системы, на втором – костно-мышечной, на третьем – заболевания глаз, на четвертом – системы пищеварения. Педиатрическая служба в округе укомплектована врачами почти на 97%. Правда, среди докторов отмечают в профильном ведомстве большой процент совместительства. Получить высокотехнологичную помощь дети из округа имеют возможность в клиниках Архангельска, а также в других регионах за счет средств окружного бюджета. В рамках форума для жителей округа прошли консультации детского кардиолога, аллерголога, иммунолога, детского эндокринолога и диетолога. Кроме того, специалисты из Архангельска провели для медицинских работников мастер-классы по различным направлениям. По результатам научно-практической конференции была принята резолюция, которая ляжет в основу дальнейшей деятельности органов власти и сферы здравоохранения, выздоровления юных жителей Крайнего Севера. Сделать работу сервисов МФЦ и Госуслуг еще доступнее. В департаменте здравоохранения прошло рабочее совещание с участием департамента цифрового развития. На заседании присутствовал депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Государственные онлайн-сервисы в регионе крайне популярны. По статистике Ненецкий округ лидер среди регионов России по количеству жителей, зарегистрированных на сайте Госуслуг в пересчете на душу населения. Здесь регистрируются, чтобы получить материальную помощь на детей, оплатить коммунальные услуги, получить справки и выписки. На плечи сотрудников ложится громадная нагрузка. Мы знаем о том, что в декабре председатель правительства подписал постановление о расширении тех полномочий, тех функций, которые выполняет сегодня наш МФЦ. Это действительно такое, на мой взгляд, прогрессивное, хорошее направление. Совсем недавно у нас вообще не было Ненецкого автономного округа, а сейчас практически в каждом населенном пункте люди приходят, оформляют документы. И практически МФЦ в значительной степени берет всю нагрузку на себя, освобождая людей от хождения по инстанциям, по перепискам и прочее. По мнению парламентария, помогать МФЦ надо конкретными мерами и в первую очередь увеличивать штат этих служб. По этому вопросу готовится обращение в профильное федеральное министерство с предложением расширить штатное расписание отделений соцзащиты. Есть предложения на федеральный уровень, в частности по штатке, по нашему отделению социальной защиты. Данные Минтруд запросил у них, они их выставили на федеральный центр. Но, по крайней мере, реакции пока никакой нет. Но я знаю, что и в целом по федерации этой реакции нет. Поэтому сейчас они повторно готовят вот эти документы с тем, чтобы утрясти штатку, чтобы все это было у нас эффективно работало. Возьмем на контроль вот это исполнение документов на уровне уже Министерства труда и социальной защиты Федерации с тем, чтобы каким-то образом оказать поддержку здесь региону. Также Сергей Коткин отметил, что он намерен взять этот вопрос под личный контроль. Объявлен до набор в кадровый резерв молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа. Войти в кадровый резерв палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе, а также постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами округа. Студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Власова – соискатель начленства в молодежной палате. Девушка имеет активную жизненную позицию и мечтает сделать жизнь студентов округа лучше. Это реальный шанс перейти от простых диванных разговоров к каким-то конкретным действиям и попробовать решить какие-то насущные проблемы для молодежи. К списку основных документов молодые люди готовят мини-проект, содержащий предложения в сфере совершенствования молодежной политики в округе с обоснованием необходимости их принятия. Юлия написала эссе, в котором изложила свое видение молодежной проблематики в регионе и высказала свои предложения. Для себя лично я отметила такие проблемы, как трудоустройство молодых специалистов нашего города и в том числе ребят, которые закончили высшее учебное заведение, так как рынок труда у нас перенасыщен уже имеющимися кадрами с большим стажем, например. Я вносила предложение в том числе пересмотреть актуальность некоторых профессий в наших СПО, создать новые списки самых актуальных и востребованных для данного времени и в том числе создать молодежную биржу труда. Молодежная палата создана для совместной работы окружного парламента в сфере законодательного регулирования прав и законодательных интересов молодежи. Десятый состав молодежной палаты сформирован в прошлом году. В него вошли 15 молодых людей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении трех лет. Дело в том, что у нас молодежная палата расширяется. У нас при первом наборе получилось так, что два человека выходят из состава молодежной палаты. По своим причинам переезжают в другой город, либо даже по своим личным каким-то причинам. Так как по новому положению у нас в составе резерва меньше пяти человек, поэтому мы объявляем до набора. Войти в кадровый резерв палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе. А также постоянно проживающие в Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа. Сигналы СОС уже не первый год посылают жители микрорайона Бондарка. Берег все уже, а вода все ближе. Скоро Печора подберется к самим домам. Каждый год в период половодия происходит очередное разрушение береговой линии. В последние годы ситуация стала критической. Пока все обращения местных жителей в разные уровни власти результатов не принесли. Депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин обещал взять ситуацию под личный контроль. Я бы хотел, как говорится, от имени всех жителей Бондарки, послать всем органам власти СОС от жителей Бондарки. Потому что ситуация критическая. И куда нам больше обращаться? Александр Хабаров в отчаянии. В этом году во время половодия берег рядом с его домом снова стал обрушаться. Ледоходом занесло льдины прямо на приусадебный участок, зацепило сарай. И это при минимальных уровнях воды. Что будет дальше, даже страшно представить. Я обращался с 2014 года официально. Я обращался, все задокументировано, на все органы власти, муниципальные, региональные. Вот это я обращался в органы власти. Все эти письма, запросы, ответы. Пока что вы такое можете? Ну, пока реально ничего такого нет. Сосед Александр Владимир 7 лет назад построил здесь дом своими руками. Теперь каждую весну переживает, чтобы не смыло. Берег моют каждый год. В этом году вода малая, лед принесло. Видите, как у соседа все размыло. Прямо лед заскочил уже на его площадь. Решаем вопрос, как дальше жить, укреплять берег. Обращаемся каждый год в администрацию. Куда еще пишем? В прокуратуру писали. Ну, все этим вопросом занимаются. Ну, не знаю, дальше что будет, не знаем. Надеемся на лучшее. Всего в регионе 7 населенных пунктов, где из берега укреплением сложилась непростая ситуация. Три из них в ОМИ, НИСИ и микрорайоне Бондарка требуют принятия первоочередных решений. Мы планировали провести проектные работы на берегу укрепления еще в прошлом году. Но в результате совместной работы главного федерального аспектра, прокуратуры, администрации округа был направлен административный иск в отношении Двенопечорского бассейного управления. Это федеральное агентство водных ресурсов, которое, в принципе, отвечает за Печору. По результатам того, что данный иск был удовлетворен судом и апелляцию также принял в сторону прокуратуры, то федеральное агентство водных ресурсов обязали провести работу по берегу укрепления. В настоящее время юридически ответственность за берега укрепления, в том числе и в микрорайоне Бондарка, закреплена за федеральным агентством водных ресурсов. Согласно федеральному законодательству, к его полномочиям относятся владения, пользования, распоряжения водными объектами, находящимися в федеральной собственности, а также меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Федералы обязаны провести все необходимые работы, в том числе проектные, чтобы спасти дома и приусадебные участки жителей от обрушения. Тем не менее, администрация региона параллельно разрабатывается резервный сценарий. Если у жителей данной улицы будет желание получить жилищный сертификат под расселение или компенсацию стоимости для того, чтобы переехать в другое место в городе, ближе к центру, к примеру, то совместно с Минстроем, Федеральным агентством водных ресурсов, мы планируем, губернатор планирует под общей встречей, проработать вопрос о том, чтобы для тех населенных пунктов, где берегоукрепление, оно невозможно или излишне дорого, стоит несколько миллиардов, при том, что всего несколько домов страдают, то предоставить компенсацию для того, чтобы можно было осуществить переезд. На федеральном уровне региональную проблему берегоукрепления лоббирует депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По его словам, решение ищут с 2017 года. Но на федеральном уровне в настоящее время в приоритете оказалось решение проблем на Волге, где сложилась катастрофическая ситуация. По указу президента Печора включена, майский указ президента, после Волги под науглубление. Но сейчас все деньги федерация выбрасывает на Волгу, потому что там ситуация катастрофическая с Волгой у нас. Массово гибнет рыва. По этой ситуации, у меня МПС много подготовлены, совместно с исполнительной властью проработали. И сейчас решение такое, я думаю, очень правильно сработало у нас исполнительная власть, департамент природных ресурсов, когда совместно с прокуратурой подготовили официальное обращение, исковое заявление, есть решение уже судов. Поэтому теперь, я думаю, что после решения уже суда из первой инстанции, второй, я думаю, что они на третью инстанцию пойдут, на касацию. На это решение мы все равно добьем. Надеемся, что это решение будет принято. Уже по решению суда, безусловно, они обязаны будут уже вот эти деньги выделять. И теперь жители Бондарки надеются, что наконец-то их берега оденут в бетон, а они сами перестанут с волнением ждать очередного ледохода. «Зеленая весна» на Ринмарце присоединились ко всероссийской экологической акции. Активные жители улицы Швецова вышли на субботник. Инициатором его выступил депутат городского совета Олег Плесовских. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и всероссийской акции «Зеленая весна». Неразговорчивый, но трудолюбивый Паша Тихомиров взялся за грабли одним из первых. Надо как можно быстрее убрать территорию на детской игровой площадке. «Делаем добро людям. Гуляли сегодня». Его товарищ Илья Канев тоже в первых рядах. Мальчик старательно убирает сухую траву. И советует всем выбрасывать мусор в урны. «Я убираю мусор, чтобы наш город хоть на чуточку был чище». «Много мусора, как ты смотришь?» «Да». «Кто намусорил?» «Ну, мне кажется, больше всего это какие-нибудь дети». Несмотря на дождливую погоду, жители микрорайона активно присоединяются к уборке территории. Ведь детская площадка – место отдыха и досуга для многих семей. «Когда выгуливали своих домашних питомцев, чтобы ходили в зелёную зону, но не здесь, во дворе. Очень много гадят во дворе собаки». Уборку территории инициировали жители дома и депутат городского совета. Наговорили с управляющей компанией, чтобы те оказали помощь в уборке песка и крупного мусора. «Здесь, как мы видим, по вятарам разрушенный дом под переселение. Там очень много мусора скопилось. Здесь отработали супругайки, должны сейчас подъехать на тракторе, после зимы убрать кучу песка прилегающей территории. Вот так активные жители. Сегодня погода подкачала, до этого два дня было лето на Ленмаре. Сегодня, как обычно, осень». Также на субботник пришли волонтёры регионального молодёжного центра. Они провели мобильное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды прямо в микрорайоне. «Мы проводим голосование в микрорайонах, две детские площадки и обустройство прогулочной зоны на лесу Сахалина». «Много человек проголосовало?» «Мало». «А почему мало голосуют?» «Они отказываются». Напомним, одна из территорий благоустройства – спортивная площадка в старом аэропорту. За этот проект проголосовали уже 463 человека. «Что нам дождь, что нам гром». Легкоатлетический забег, посвящённый Дню Победы, прошёл в экстремальных погодных условиях. И несмотря на гром и дождь, участие в мероприятии приняли более 130 спортсменов. Забег организовала спортивная школа Олимпийского резерва «Труд». Участие в забеге принял вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Подружки Евелина и Екатерина – юные участницы забега. Финишируют одними из первых. Участников забега поделили на четыре возрастные группы. От 10 лет и младше, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 и от 18 и старше. Дети пробежали около километра. Дистанция взрослых – 1 километр 800 метров. В конце было сопротивление сильно большое. Не очень было удобно бегать. Сопротивление было очень большое. Много было людей. И впереди немножко не бежали, поэтому немножечко запутались первые, кто бежал. А так немного тяжеловато, и ветер в конце поднялся сильный. Маленьких спортсменок от всей души поддерживала мама Кати Светлана. Сегодня в забеге у неё участвовал ещё и сын Костя. Болела я, конечно, за своих и вообще целом за фигуристов. Они молодцы у нас, как всегда, первые прибежали. Мы болели за них, конечно. Не пугала вас погода? Думали участвовать, не участвовать? Нет, не думали. Мы всегда участвуем в любую погоду. Взяли куртки, то есть нет, немножко прикрыли от дождя и потом вперёд бежать. Тем временем финишируют взрослые спортсмены. Трасса не длинная, но сложности добавляет погода. Порывы ветра, раскаты грома и мелкий дождь. Иван Детков финиширует первым. Говорит, что сомнений, участвовать или нет, в забеге не было. Регулярные занятия лыжами его закалили. Трудно, потому что подготовки вообще не было. Я не бегал в основном кроссы, ездил только на велосипеде. И концовка была очень тяжёлая. А вы от себя ожидали, что первым прибежить или нет? Нет, я вообще не рассчитывал на первое место. Я думал, как бы добегу и добегу. Среди участников забега вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Говорит, что старается принимать участие в подобных мероприятиях. Ведь это не только дань памяти героям Великой Отечественной войны, но и пропаганда здорового образа жизни. Это трасса простая на самом деле. 2300 метров. 2 километра 300 метров. Очень просто. Но надо больше, чаще заниматься спортом. Более ритмично, чтобы повышать выносливость. Ну, добавил перца дождь, пыль. Там нас намочило, чуть подышали песком после поворота. Ну, всё отлично. Ну, вы с вашим результатом довольны? Я не знаю свой результат, но я где-то в серединке, как и в прошлый раз. То есть я, в принципе, доволен. Добежал, уже молодец. Массовые забеги, посвященные Дню Победы, спортивная школа Олимпийского резерва труд проводит уже более 10 лет. Эти физкультурные мероприятия нужны. Это популяризация физической культуры, спорт и здоровый образ жизни. Это основное. Плюс люди приходят, общаются, разговаривают. Это тоже одна из хороших целей. Победители легкоатлетического забега, отмеченными медалями и кубками, все участники получили сладкие призы. На сегодня это всё. Встретимся через неделю, 2 июня, в эфире программы «Законодатели». Субтитры создавал DimaTorzok